Всем большой привет! Сегодня приготовим вкуснейшее блюдо на основе обычной картошки. Заранее ставим варить очищенную картошку и 3 яйца. Пока у нас все варится, возьмем одну большую головку лука и нарежем мелким кубиком. Затем возьмем одну большую морковь и натрем ее на крупную терку. На разогретую сковороду нальем растительное масло. Высыпаем нарезанный лук и немного прожарим. Затем высыпем натертую морковь. Лук и морковь прожарим вместе несколько минуток и затем возьмем пол килограмма фарша. Добавляем его в сковороду и хорошенько все перемешаем. Обязательно посолим одной чайной ложкой соли и посыпем черным молотым перцем, достаточно пол чайной ложечки. Периодически помешиваем, жарим до готовности мясо на среднем огне. Отваренный до готовности картофель весом 1 килограмм 300 граммов превращаем в пюре. Затем пюре отставляем и даем остыть. А пока возьмем 2-3 отварных яйца и нарежем их мелким кубиком. Обжаренный до готовности фарш хорошо перемешиваем и добавляем измельченные яйца. Теперь возьмем пол пучка зелени петрушки. Мелко рубим петрушку и добавляем к картофельному пюре. Туда же добавим 2 сырых куриных яйца. Теперь добавим 4 столовых ложки с горкой муки и 1 чайную ложку соли. Все хорошенько перемешиваем до образования однородной массы. Картофельная масса не должна быть очень жидкой, поэтому я добавлю еще несколько ложек муки. Хорошенечко все перемешиваем и получаем картофельное тесто. Разделочную доску и руки припыляем мукой. Набираем столовую ложку с горкой теста и выкладываем на муку. Немножко припылим и начинаем формировать лепешку. На подготовленную картофельную лепешку накладываем начинку. Аккуратно заправляя начинку внутрь, защипываем края. Получается как небольшой пирожок. Теперь с помощью рук формируем шарик и сделаем его плоским. Вот такие картофельные заготовки с начинкой у нас получились. На среднем огне разогреваем сковороду и наливаем растительное масло. Затем выкладываем наши заготовки. На небольшом огне жарим с двух сторон до золотистого цвета. Когда все готово, выкладываем на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир и можно подавать к столу. Такие картофельники с мясной начинкой прекрасны как в горячем, так и в холодном виде. По количеству их получается очень много и они очень вкусные. Предлагаю и вам приготовить по этому прекрасному рецепту. С вами была Лана Аппетитовна. Жду ваши лайки и подписку на мой вкусный канал. Субтитры сделал DimaTorzok